В Ростове сгорело более ста домов. МЧС заявляет, это мог быть поджог. Пермские хирурги во время операции забыли в голове ребенка тампон. О самых важных событиях готовы рассказать и мы. Это новости на ТНТ в студии Андрей Фадеев. И вот главные темы выпуска. Обещанного три года ждут. Депутаты недовольны затянувшимся ремонтом на улице 30 лет победы. В следующий год вы будете на свой счет восстанавливать. Вирус не дремлет. Почему прививки от гриппа стоит ставить уже сейчас? Сделать прививку и ее благополучно перенести. Сейчас спою. Жительница Березняков едет на конкурс песни на ТНТ. Осталось 9 дней лета, но на ремонтируемом участке улицы 30 лет победы практически никаких подвижек. А ведь его обещали сдать в конце августа. Сегодня эта тема заинтересовала депутатов на заседании думских комиссий по экономической политике. Александра Зеленина продолжит. Вопросы на исполнительного директора Березняковской водоснабжающей компании посыпались после его отчета о работе за первое полугодие. До сих пор 30 лет победы, как после бомбежки. И несмотря на массовый ремонт сетей водоснабжения по городу, здесь как будто время остановилось. Судя по тем темпам, которые ведется дорога, ремонт водоснабжения, да, и как ставятся сроки, ну не верится всем. И причем еще целая куча объектов, которых тоже ноль и в сентябре закончится. То есть есть 100% уверенность, что закончится? График у нас до 30 сентября. То есть мы до 30 сентября закончим работу и восстановим благоустройство. Благоустройство закончится. То есть вы понимаете о том, что вы уже практически в мороз будете укладывать асфальтно-бетонное покрытие, потому что там все провалится на следующий год. Вы отлично понимаете, что за следующий год вы будете свой счет восстанавливать. Заведующий водоснабжением города заверил, что все будет сделано. Однако Михаил Кузвисов выразил желание депутатской группой лично проверить, что станет с этим покрытием на следующий год. Еще народных избранников заинтересовали условия концессионного соглашения, согласно которому водоснабжающая компания работает с администрацией города. Что написано в этом документе? Что вы ремонтируете? Это понятно. Какие инвестиции там и так далее. А что написано в концессионном соглашении? Наверное, беспребойное обеспечение водоснабжением и так далее. Основные положения. Просто выписать из концессии основные положения. В полном случае об исполнении концессионного соглашения. Было бы неплохо, чтобы все понимали, что такое концессионный соглашение, что в нем написано, какие обязательства администрации города Березники, какие ваши. А уже тогда мы будем смотреть и будет более понятно ремонты и так далее. Они идут в рамках вот этого соглашения или нет. За что по факту должны отвечать коммунальщики, обеспечивающие город водой, выяснится при следующем отчете. К тем, кто отвечает за тепло и электроэнергию, вопросов было куда меньше. К отопительному сезону Березники готовы. На правобережье активные работы по проведению коммунальных благ тоже ведутся. Но материалы дорожают и затрат становится все больше. Скажется ли это на жизни города и успеют ли открыть 30 лет победы до заморозков? Мы обязательно будем следить за этими темами. Александра Зеленина, Виталий Третьяков. Новости на ТНТ. Если в Березниках улицы чинят подрядчики в рамках контракта, то в Усольском районе дороги ремонтируют местные жители своими собственными руками абсолютно бесплатно. В сети появились фотографии, где, по словам пользователя, ямы в дороге жители села Пыскар закладывают кирпичами от храма. «Жители села Пыскар используют кирпичи из старого храма для ремонта дороги», – гласит заголовок в одном из пермских пабликов. И действительно видно, что кирпичи, которыми латают дорогу, старые. Мы связались по телефону с администрацией села Пыскар и нам ответили, что действительно таким образом местные жители готовили село к яблочному спасу. Но эти булыжники взяты не из разрушенной святыни. Эти кирпичи мы не брали из церкви. Эти кирпичи из комплекса, в которой бывшая ферма, в начале поселка находится. Это очень у них от храма, клянусь вам, не от храма. «Сами жители, они же все вот эти вот жители, которые вот сейчас вот дорогу выкладывают, да, на фотографиях, они же живут в районе этого храма. Если туда кто-то подойдет, что-то взять, своровать оттуда, сами жители на вилы вас посадят». Что ж, если это так, остается только порадоваться заселян. Не в каждом населенном пункте жители с таким рвением выходят на субботники. Безрассудный поступок. В интернете обсуждают видео, где молодой велосипедист пытался проскочить перед легковушкой на красный. Избежать столкновения на перекрестке у «Мелодии» не удалось. Детский и подростковый травматизм на дорогах перед новым учебным годом тревожит сотрудников ГИБДД. Сергей Коленик расскажет о том, какие меры примут дорожные полицейские для безопасности школьников. Полвосьмого вечера юноша на велосипеде проезжал перекресток улиц Юбилейная Ломоносова. На красный, не на пешеходном переходе, вдобавок ко всему, парень не слез с велосипедом. Несмотря на то, что ему 19, поступок совершил детский, за что и поплатился. Угодил под колеса Кеа Сирата. Велосипедиста доставили в больницу с тяжелыми травмами. За эти выходные пострадали пять детей. Так, в минувшее воскресенье ночью ВАЗ-14 модели врезался в опору ЛЭП. Авария случилась в районе 30-го дома на улице Мира. В момент столкновения пострадали два ребенка, одного и трех лет. Дорожные полицейские просят свидетелей этого ДТП позвонить по телефону 26-24-71. В связи со вспышкой детского травматизма сотрудники ГИБДД проведут антитеррористические мероприятия и постараются максимально обезопасить начало учебного года. В преддверии 1 сентября сотрудники ГИБДД проверят прилегающую территорию образовательных учреждений на соответствие безопасности. Автомобили, брошенные возле территории или автомобили, припаркованные с нарушениями ПДД, будут эвакуированы на специализированные стоянки. Рейды уже стартовали. Проверены пять школ. Нарушений пока нет. На днях сотрудники ДПС возьмутся за остальные школы. Дорожные полицейские просят обращать внимание на подозрительные авто и сообщать о них в дежурную часть. Сергей Коленик, Виталий Третьяков. Новости на ТНТ. Эпидемия гриппа не за горами. В Пермский край уже завезли почти 500 тысяч доз противогриппозной вакцины. От опасной и распространенной болезни уже начали прививать и в нашем городе. В город завезли 5000 доз вакцины для взрослых. Вот-вот она поступит и для детей. Бесплатная вакцинация в первую очередь проводится для медиков, сотрудников школы, детсадов, пожилых людей, студентов, призывников, работников транспорта, коммунальщиков, людей с хроническими заболеваниями. Поставить прививку можно в поликлиниках по месту жительства и работы. Защитный эффект после прививки сохраняется до 12 месяцев. Вакцина практически не изменилась. Правда, в этом году ожидается, что интенсивность заболевания повысится. Эпидемия достигнет своего пика в начале зимы, но откладывать прививку не стоит. Сейчас как раз самое время, оно очень удобное для иммунизации против гриппа, потому что как раз сейчас нет пока никакого роста еще по заболеваемости до уровня гриппом, поэтому можно сделать прививку и как бы ее благополучно перенести, вот, и уже вступить в начало эпидемии сезона, уже как бы будучи защищенными. А сейчас время нашей постоянной рубрики «Новости короткое». Слово Евгении Кокшаровой. Бывший глава Прикамьи Юрий Труднев попал в список возможных преемников президента, сообщает фонд «Петербургская политика». Наш бывший губернатор занял 12 место из 20 в рейтинге предполагаемых преемников Владимира Путина. Экс-глава Прикамьи набрал 15 баллов из 25 возможных. На первом месте этого списка – премьер-министр России Дмитрий Медведев. В рейтинг попали известные политики, которые теоретически могут рассматриваться как возможные преемники Владимира Путина. По мнению экспертов, политики из ТОП-20 сформируют правящую элиту на последующие 6 лет. Овощи и фрукты к осени подешевеют на 80% по сравнению с июнем. Это прогноз Минэкономразвития. Специалисты предсказывают традиционное падение цен на урожай этого года. Согласно прогнозу, подешевевшее продовольствие по ожиданиям в августе замедлит инфляцию до 3,5%. Вся страна готовится к Росунации, который пройдет 16 сентября, и при Камце – не исключение. Принять участие в масштабном забеге планируют более 14 тысяч жителей Пермского края. К сожалению, в нашем городе марафона не будет, поэтому все желающие могут устремиться в краевую столицу или в соседний Соликамск. Записаться на участие в забеге можно с 11 по 15 сентября на сайте Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края. Итоги недели подвела Евгения Кокшарова. А мы продолжим наш выпуск. Сегодня каждый житель нашей страны отмечает День российского флага. Этот праздник был официально утвержден в 1994 году указом президента Российской Федерации. Официально бело-синий-красный флаг был утвержден как государственный накануне коронации Николая II в 1896 году и был восстановлен законом РСФСР от 1 ноября 1991 года. Официального толкования значения цветов флага России не существует. Одна из трактовок говорит о том, что белый цвет символизирует мир, чистоту и непорочность. Синий – это цвет веры, верности, постоянства. А красный говорит об энергии и напоминает о крови, пролитой за отчизну. А мы решили спросить у березняковцев, о чем им напоминает российский триколор. Наверное, синяя вода, белое небо, свобода. Красный – огонь? Не задумывался никогда. Что может значить белый? Чистота, святость. Синий? Море, морская держава. Красный? Красный. Ну, на Руси красная девица. Белый вообще как бы всегда означало чистоту, но я думаю, что именно в российском флаге это вот именно какая-то свобода, я не знаю. А синий цвет? Ну, у меня, если честно, поэтический на все взгляд, поэтому это необъятное количество рек в нашем государстве. Ну, красный – это тоже такой, скажем так, патриотический цвет. Синий – небо. Я сегодня виду спрятаться. Белый, 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 не знаю, может, свобода. Белый тоже небо. А красный? Кровь. А красный? Не. Ты сто пудов. Какая кровь? Красная. Не, не кровь. Пролитая, наверное, за отчизну. За войну. Да, видимо. Белая чистота. Синий – верность. Красный – кровь погибших солдатов на войне. Отлично. Все прямо правильно. Откуда такие познания у дочери? Мы уже лет пять занимаемся этим днем. Ну, то есть изучаем этот день, знакомимся с историей. А теперь перейдем к еще одному знаменательному событию – Дню фотографа. Его березняковские фотолюбители уже три года отмечают по-особому – устраивают бесплатную фотовыставку в центре города. Наш корреспондент Елена Суханова тоже неожиданно приняла в ней участие, но в качестве модели. Подробности смотрите далее. Даже вот здесь вот это что? Вот такая красота. Это вообще. Вау! Звучит в адрес каждого снимка. И не случайно. Здесь работы как лучших фотографов города, не расстающихся с фотокамерой ни на минуту, так и новичков, вдохновленных как раз таки снимками березняковских метров фотографии. Случайные прохожие пройти мимо не в силах, и они тут же становятся гостями фотосушки. Иди сюда. Иди сюда. Настя Осипова едва заманивает своего любимца в кадр. Золотистый ретривер по кличке Арчи, как его хозяйка, дебютирует на фотосушке. Но уж как модель. Если вам кажется, что фотографировать животных сложно, Настя с вами не согласится. Все ее работы посвящены братьям нашим меньшим. Это и есть плюс животных, что с ними более такие живые фотографии получаются. Люди, они многие как бы и позировать не умеют, и с ними сложнее намного. А собаку запустил, отпустил, она бегает, это ее фоткаешь. Такой формат выставки выбран не случайно, ведь снимки еще 30 лет назад также сушили на веревках, только не на открытом воздухе, а в специальных помещениях. У нас же еще тут есть зрители, и зрители что-то понравилось, в принципе, они просят, и авторы даже делятся. Было даже как-то, ну, украли без спроса, красивую фотографию. В идеале очень понравилось, фотограф не досчитался. Ну, не жалко, в принципе, ради бога, если все разберут, если понравилось, абсолютно не жалко. Путешественники, фоторепортеры, городские газеты, крупных предприятий города, свадебщики и любители. Сегодня здесь все, кто не мыслит своей жизни без хорошего кадра. Фотограф Евгений Шафер ловит фокус на нашей съемочной группе, а мы не против. А сейчас у нас есть уникальная возможность тоже принять участие в фотосушке. Организатор Евгений нам предложил воспользоваться фотоаппаратом с моментальной печатью, и через минуту вот наша съемочная группа тоже здесь повисит. Давайте. Все, готово, да? Да, командуйте. Стоп, снято пару мгновений, и наш снимок готов. Евгений тут же находит место и этому экспресс-фотам. В следующем году и наша телекомпания выставит фото из рабочих будней. Обещаем, будет интересно. По фотографиям, если смотреть, сразу понятно, кто где отдыхает. В основном, конечно, люди, я смотрю, отдыхают у нас в крае. Молодцы, вот за грибами ходят, я смотрю. То есть это можно на логовой тоже ходить и смотреть, кто где отдыхает, да? И с декларациями сравнивать. Пожалуй, можно, но я пока не вижу здесь кого-либо овлечающих фотографий. Очень удивлен классным качеством и содержательностью большинства работ. Честно говоря, получается, в нашем городе людей, умеющих фоткать, гораздо больше, чем мы о них знаем, журналисты. Во-первых, каждый может посмотреть на творчество другого фотографа, увидеть какие-то новые ракурсы, неинтересные даже места. Действительно, здесь много пермского края. И потом загореться и самому съездить туда. А хороших ракурсов и ярких снимков всем участникам выставки желают Елена Суханова и Сергей Колейник. Новости на ТНТ. Пятеро пермяков прошли кастинг шоу «Танцы». А жительница Березняков Мария Давыдова решила попробовать себя в другом музыкальном проекте – «Песни на ТНТ». Чем наша Маша собралась удивлять звездных продюсеров Тимати и Максима Фадеева? Об этом уже знает Екатерина Кравцова. Салют, страна! Скоро на ТНТ стартует крутой музыкальный проект «Песни». Два самых авторитетных продюсера – Тимати и Максим Фадеев – объявили о старте нового музыкального проекта «Песни» на канале ТНТ. И сейчас по всей России начинается прослушивание для участия в музыкальном шоу. Попробовать свои силы в проекте Мария не планировала. Спасибо подруге, которая уговорила девушку. И Маша, можно сказать, прыгнула в последний вагон уходящего поезда. Отправила заявку в последний день. Ей позвонили и пригласили на кастинг. Там сначала предотбор. То есть люди, вокалисты проходят там несколько комнат. В них сидят люди. Поешь две минуты. Сценический образ желательно. То есть люди должны увидеть, как человек себя чувствует на сцене. Что он вообще хочет нести с собой своим номером, своему выступлению. В музыке Мария 10 лет. Однако друзья считают ее феноменом. Девушка не имеет музыкального образования. О том, что хорошо поет, узнала совершенно случайно, когда пришла в кружок игры на гитаре. Сегодня она успешно выступает со своей группой на городских и частных мероприятиях. Для участия в проекте она уже выбрала себе псевдоним – Марисоль. И однажды развеет пёстрая лента дорог. Именно этой песней группы Би-2 «Березняковская Марисоль» решила покорить московских продюсеров. Но на всякий случай подготовила еще несколько песен на английском. Такая поездка, такой шаг вперед достаточно серьезен для Марии. То есть я вообще желаю, чтобы она просто съездила, посмотрела уровень, размах вот этого всего. То есть потому что у нас в «Березняках» такого не увидишь, не прочувствуешь. Этот сюжет мы снимали накануне. Кастинги начнутся уже завтра. Поэтому Маша сейчас где-то в пути к своей славе. Она сама оценивает свои шансы 50 на 50. Но мы будем верить, что продюсеры обратят внимание на нашу талантливую землячку. Екатерина Кравцова, Станислав Атаманов. Новости на ТНТ. А я напоминаю, что вы тоже можете стать соавторами нашей программы и получить за это подарок. Увидели что-то интересное и необычное? Включайте камеру мобильного телефона и снимайте. Мы ждем ваши видео и сообщения на электронную почту tnt.news-mail.ru или звоните по телефону 43-17-11. Автор лучшего ролика недели получит сертификат на ужин в ресторане номиналом 1000 рублей. Это были главные новости города. Впереди прогноз погоды и новая серия проекта «Реальная ЖКХ». А я с вами прощаюсь. В студии был Андрей Фадеев. Не переключайтесь.